Вот и расцвели первые подснежники, а если быть точнее, галантусы. Вот они. Пожалуй, из всех эфемероидов, то есть растений, расцветающих сразу же, а иногда одновременно со сходом снега, красавец галантус, самый-самый известный. Именно его чаще всего и называют подснежником. Очень неприхотлив, совсем не агрессивен и, в отличие от тех же пролесок, не расползается в разные стороны. Растет вот такой вот скромной куртинкой, иногда долгие-долгие годы, вообще можно его не трогать, не рассаживать, не выкапывать, но растет себе и растет. Причем иногда отцветает тогда, когда еще почки не тронулись в рост. А уже во второй половине мая вы и листьев его не найдете, пожелтеют, засохнут. Поэтому я всегда отмечаю места, где растут галантусы, колышками, чтобы если вдруг потеряется, а нужно накопать луковицу, ну, по крайней мере, копать вот здесь, вот возле этого колышка. Ну, само собой, ухода за ним практически никакого, потому что, ну, просто не успеваешь за ним ухаживать. Так что растет практически сам по себе и требует внимания только для того, чтобы на него полюбовались. Сажают все мелколуковичные, как вы знаете, осенью. Вот такой вот галантус, очень простой, милый цветок. Кстати, если вы задумаете посадить у себя на даче галантусы, не торопитесь, присмотритесь, их ведь много разных видов. Например, есть галантус кавказский, есть галантус складчатый, есть галантус снежный и даже галантус элвиса, элвиса, но не пресли. Поэтому выбрать есть из чего. Есть, кстати, сорта, садовые формы галантусов. Ну, кому-то нравится поскромнее, кому-то нравятся более такие изысканные. Кстати, среди галантусов можно выбрать даже срезочные, то есть с достаточно высокой цветоножкой. А еще мне нравится, что галантусы можно выгонять. Ну, как, впрочем, и все мелколуковичные. То есть я вспоминаю еще школьные годы, я сделал учительнице подарок на 8 марта именно из выгнанных галантусов. То есть осенью посадил их в горшочек, горшочек поставил в холодильник. Ну, и потом перед 8 марта выставил на подоконник, и они расцели. Это была просто сказка. И учительница просто расплакалась, когда я преподнес ей этот подарок. Так что обязательно найдите у себя на даче, ну, хотя бы вот кусочек земли с две ладошки для того, чтобы посадить галантусы. И поверьте, поверьте, они будут радовать вас, может быть, даже больше, чем какие-то шикарные розы и красавцы-гладиолусы. Скромные, милые, весенние галантусы-подснежники.